Мэр вам, братья и сестры. Итак, вы один из украинских клоунов, нанятых ФСБ, губить русское дело Ставрополья. Зачем вы его губите? Это будет уже очередной эмарат. Своей задачей я полагаю обеспечить международное признание будущей автономии казакии. И уберечь наших братьев в Ставрополе и на Дону от ошибок, которые сделают невозможным такое международное признание. К примеру, сербская окраина на территории нынешней Хорватии не была никем признана. А Косово было признано Европой и сегодня является субъектом международного права и объектом правовой деятельности Евросоюза и государств, не входящих в Евросоюз. В чем же отличие косоваров от сербов? И те, и другие были достаточно свирепы. И те, и другие сыграли значительную роль в криминальной истории послевоенной Европы. Однако сербы ориентировались на Москву, а Москва давала им поддержку. Всех, кого признает Москва, все эти люди, все эти государства, все эти образования не будут вызнаны никем другим. Потому что признание Москвы – это каиновая печать. А косовары ориентировались сразу на европейские ценности, на свободу. Косоварские женщины умели намного более убедительно плакать. А сербы не плакали. Они потрясали бородами, ржавыми пилотками и своей дружбой с Москвой. Это ни к чему не ведет. Вопрос, которого вам не избежать. Один из активистов русского освободительного движения, известный в Москве человек, адвокат Евгений Архипов, известный как сторонник русской автономии, внезапно совершил каминг-аут, это в самом рассвете лет, и теперь просит называть ее Машей Баст. Как нам к этому относиться? В этом действительно есть некоторые неудобства, поскольку большинство сторонников русской автономии, ставропольчан, казаков, да и мы все, несколько старомодны и подозрительно относимся к трансвеститам. Тут есть несколько моментов. Во-первых, мы сотрудничаем со всеми в Эрефии. Эрефия, особенно Москва, это невротическая обстановка. Нормальных людей там практически нет. Не из чего выбирать. Все нормальные люди, перспективные в политическом и военном смысле, это лица кавказской национальности. Когда мы хотим иметь дело с русскими, то это все по Достоевскому. Мама дорогая. Второй и самый важный момент тот, что мы здесь являемся держателями крысиной норы на Запад. Многие беженцы из Эрефии, беженцы по политическим или уголовным мотивам, проходят через нас. Мы обеспечиваем этот путь. Запад принимает не все, к сожалению. Епископ катакомбной церкви, чудесный души человек, не может прижиться до сих пор в Швеции, постоянно находится под угрозой выдачи назад в московскую тюрьму, по той причине, что является честным фашистом. В Европе удается устраивать только смешных и несчастных. Даже чеченские боевики клейма негде ставить. У каждого руки по локоть в крови. Вынуждены представлять себя жертвами военных действий, беженцами и людьми несчастными. Учатся плакать. Поэтому большинство тех людей, которые надеются благополучно выломиться, без опасности быть выданными назад, вынуждены косить или же подливоватых, или же менять пол. То есть это вопрос самосохранения. Каждый, конечно, выбирает сам. Мы не хотим принимать в этом деле участие. Кроме того, наш друг или теперь уже подруга Маша Баст, в конце концов, не христианин, язычник. Но от язычников тут не мы им судьи. От них ничего другого ожидать и не приходится. Нам хоть пес, а бы яйца нес. И оказывается, что многие наши друзья и братья с юга России не брезгуют сотрудничать даже с мусорами. Все эти русские зачистки, когда на всех этих айзеров натравливают мусоров, ну, что сказать. Мен же он хуже пидораса. Если вы сотрудничаете с теми, кто хуже пидорасов, почему бы не сотрудничать и с самими пидорасами? Русские съезды на Ставрополье проходят примерно год спустя после съезда кумыков и обещают быть чуть менее представительными. Отражает ли это реальное состояние русского дела на Северном Кавказе? Мы с вами потеряли очень много времени. То, что кавказские народы, даже кумыки, начали делать еще 20 лет назад, мы только собираемся делать сейчас. Это очень поздно. Но есть еще Ставропольская не сгинела до кем и жиема, как сказали бы наши братья-поляки. Кумыки вынуждены искать тыл где-нибудь в Турции. Ваш тыл намного ближе. Это вся Украина. И мы всегда готовы прийти на помощь, мы всегда готовы спрятать, мы всегда готовы оказать методическую поддержку, а в будущем поддержку политическую и военную. Очень символично, что все начинается в Ставрополе, в городе Креста. И вы должны понимать, что вы поднимаетесь в крестовый поход против кремлевского аврамизма, как это называет Путин, против салафизма, против всей этой гадости, которую мы вынуждены с вами держать еще на своих плечах. Аминь.